Добрый день, в эфире новости в студии Джонгл Мурзаду и Шембекова. Кыргызстан изолируется. С сегодняшнего дня закрыты границы для иностранных граждан. Заезжать на территорию смогут только кыргызстанцы, возвращающиеся домой из-за рубежа. Об этом сегодня сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. Покинуть наше государство могут все, кто находился здесь на учебе, по работе и желающие его покинуть в этот период, отметила она. Сроки ограничений не определены в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по миру. Зато на ближайшие три недели введен запрет на тои, любые крупные торжества и собрания. Ограничения касаются и точек общественного питания, где более 50 посадочных мест. Теперь это не рекомендация правительства, а официальный запрет, при нарушении которого барами, кафе, ресторанами и иными развлекательными заведениями в их отношении применят наказание, предусмотренное Кодексом о нарушениях. Причем ответственность понесут как заведения, которые залы в аренду предоставили, так и заказчики, организовавшие застолье с гостями. И первые, и вторые нарушат закон, поставив под угрозу безопасность и здоровье граждан. Что касается деятельности духовных заведений, в Кабмине отметили, что медресе и исламские институты уже закрыты на карантин по постановлению Минобразования. Ряд ограничений по массовому чтению молитв уже введен, оставался только джума-намаз. Однако вероятно, что уже сегодня Духовное управление мусульман рассмотрит запреты в отношении этой молитвы. Первое решение касается, было сегодня на республиканском штабе предложено временно запретить въезд иностранным гражданам в нашу страну. За исключением граждан Кыргызской республики, находящимся за рубежом. Наши граждане могут при желании возвращаться в страну, полностью запретить проведение культурных массовых мероприятий и запретить проведение мероприятий семейного коллективного характера в ресторанах. И сегодня стала известна примерная сумма потерь, которую может понести республиканская казна из-за коронавируса – более 20 миллиардов сумм. По словам вице-премьер-министра Алтынаю Мирбековой, такие недопоступления вероятно в случае дальнейшего и полного приостановления импорта и экспорта грузов из страны и за ее пределы, что неизбежно повлечет закрытие отечественного производства. Но пока остановлены грузопотоки только из Китая, товары в рамках ЕС продолжают перемещаться. Сфера услуг также снизит выплаты из-за временного приостановления работы. Многие компании и предприниматели уже снизили обороты и пошли на сокращение штата. В этой связи штаб правительства по экономическим вопросам обсуждает введение налоговых и кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Однако каждый конкретный случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Со вчерашнего дня к нам перестали ходить поезда компании «Российские железные дороги». Это связано с невозможностью пересечь границу с соседним Казахстаном, через территорию которого поезда следуют в нашу республику. Железнодорожным транспортом из России могут воспользоваться только граждане Казахстана, возвращающиеся домой. По тем же причинам Кыргызские железнодороги изъяли все пассажирские поезда международного сообщения по маршрутам Бишкек-Москва, Бишкек-Казань, Бишкек-Новосибирск. Остались только внутренние маршруты из столицы до Токмака, до Карабалты. Поезд Бишкек-Мерке теперь двигается только до Каинды. Не уехать, не улететь. Не только в Казахстан и Россию, которые закрыты по причине коронавируса. Отменены рейсы и в ряд других государств. Об этом сообщили в аэропорту Манас. Полностью приостановлен авиамаршрут в Китай южно-китайскими авиалиниями. FlyDubai приостановил полеты в Дубай и обратно. Так же, как и AirArabia по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа. На весь март и апрель сняла рейсы Air Astana на Нур-Султан, на ближайшие дни и в Алматы. Узбекские авиалинии отменили почти до конца апреля полеты в Ташкент. В ряд городов России, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, приостановили рейсы российские компании, а также отечественный авиатрафик. Полный список отмененных направлений следует узнавать заранее не только в справочных аэропортах, но и авиакассах и агентствах. Трагический эпизод в истории Кыргызстана, но важный для его демократического будущего. Об этом сказал глава государства в своем обращении к гражданам республики по случаю 18-й годовщины акцийских событий, имевших место 17 марта 2002 года в селе Боспиек Джалабадской области. Во время разгона той демонстрации были убиты 6 человек. Многие получили ранения. Президент отметил, что ценой этих жертв страна встала на путь борьбы за свободу и справедливость. Память о тех, кто вышел тогда отстаивать будущее нашей страны, должна остаться в народе. Уважаемые соотечественники, акцийские события 17 марта остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития. Это стало началом борьбы нашего народа с несправедливостью, послужило важной предпосылкой мартовской и апрельской народной революции. Сегодняшняя власть прилагает все усилия для того, чтобы оправдать доверие людей, которые подвергают своей жизни риску, выступили во имя будущего страны. В стране идет решительная борьба с коррупцией. Проводится судебная реформа, реформа правоохранительных органов, направленные на установление справедливости. Ведется большая работа по обеспечению безопасности, цифровизации и развитию экономики. Мы всегда склоняем голову перед памятью соотечественников, которые отдали свою жизнь ради свободы и светлого будущего народа. Выражаем глубокую признательность и благодарность героям акцийских событий, получившим ранения и находящихся рядом с нами. Их пример учит нас ценить мир в стране, призывает как зенит суока беречь стабильность и единство в обществе. Пусть всегда в народе будет согласие и единство, а на нашей земле мир. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok